Недавно ко мне пришла новинка Тарк Прожек, КД-83 и даже не а, просто КД-83 с премиальными свечами, очень интересным дизайном с отсылками и с очень богатым комплектом. Но, наверное, давайте по порядку. Всем привет, это обычный школьник с базовыми знаниями про девайсы и, наверное, давайте начнем с цены. По поводу цены, на релизе эта клавиатура стоила 12 тысяч, но сейчас она стоит 8500 рублей на зоне. И это звучит очень даже хайпово, потому что с ее нереальными фишками, очень прикольным тайпингом благодаря свечам и, естественно, комплект. Этот ценник становится очень даже адекватным. Но сразу скажу, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал, ведь там недавно проходил розыгрыш на ЕМ-наушники, а, возможно, проходит даже сейчас. Потому что этот ролик делается даже тогда, когда не вышел ролик про патрон. В общем-то, переходите, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. По поводу корпуса, я думал то, что он металл, но на самом деле он пластиковый. На корпусе расположен легендарный USB-разъем и не менее легендарный роллер. И, кстати, его, видимо, проапгрейдили, потому что он крутится реально очень приятно. Кепки по толщине очень хорошие, но поскольку тут очень яркая подсветка, это все дело, естественно, просвечивает. ПБТ двойного литья, ну, в принципе, все как обычно. Не знаю, можно ли это ставить как минус этой клавиатуры, но я, наверное, не буду. Решайте сами. А в прошлом ролике про патрон я сказал то, что это минус. А все потому, что патрон стоит дороже, чем эта клавиатура. Но по сборке, ощущениям и вот этим всем приколам, она ощущается намного лучше. Короче, плюсы перекрывают минусы. По поводу переключателей, тут у нас стоит GameSonics. GameSonics, наверное, как вы знаете, стоит в Wellness in Space и в других дорогих клавиатурах от Dark Project. И, я так полагаю, это самая дешевая клавиатура с Onyx, что звучит очень даже круто. Короче, Onyx это премиальный переключатель. По поводу способов подключения, у нас, естественно, тут есть провод, радиоканал и даже Bluetooth. А аккумулятор тут на 4000 мАч, что уже реальная база для всех клавиатур. Итак, я думаю, нужно переходить уже к комплекту, потому что он стоит внимания. Итак, при открытии коробки нас встречает не сама клавиатура, а три вида шумки. А точнее, два вида шумки и поликарбонатный плейт. Первая шумка устанавливается в корпус, а вторая шумка устанавливается между платой и плейтом. Сегодня мы поставим только поликарбонатный плейт вместо металлического. Потому что металлический мне особо не нравится, а поликарбонатный плейт вместе с флекскатами звучит довольно круто. В совокупности, естественно, с телеконом. Дальше, после шумки и поликарбонатного плейта, мы видим клавиатуру. И в коробке у нас еще затаились всякие штуки. А именно, комбинированный пульвер вместе с болтами для корпуса, авиакабель и четыре смены GameSonics. Также в комплекте есть ресивер. Да, ресивер в клавиатуре. Звучит очень даже интересно. Так, ну, вроде мы все, в принципе, посмотрели. Теперь можно переходить к модинку этой клавиатуры. Для этого, наверное, как вы понимаете, нужно все это дело разобрать. Охренеть, тут смазки. Тут смазки, тут, не знаю, тут, ну, прям на дрифтале, прям очень хорошо. Не знаю, мне даже нравится. Короче, я так понял, то, что это поролон, а вот это, это парон. Парон, он намного мягче и намного, ну, реально, он намного мягче, чем поролон. Поролон, он потверже чуть-чуть будет. Я думаю, то, что поликарбонатный плейт с флекскатами будет намного лучше, чем металлика. И силикон вкупе с этим будет намного лучше, я так понимаю. Вот, и особо это все дело, не знаю, зачем оно тут лежит, потому что, ну, чисто по моему мнению, вот силикончик, плюс еще поликарбонатный плейт с флекскатами, будет звучать просто идеально. Поэтому пишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Вот, я думаю вот так вот. Если что, прочитаю ваши комменты, поэтому, короче, пишите, пишите, пишите. Короче, моддинг завершен, но саундтест будет в конце видео. Ну, а пока давайте подведем некие итоги. Эта клавиатура получилась реально хорошей. Очень хороший прочный корпус, толстый и приятный на ощупь кикапы. Очень хорошие стабилизаторы, особо на пробеле, правда, северный светодиод, но я не думаю, что это прям такой минус. Очень хороший премиальный гемсоникс и нереально крутой комплект, который меня реально поразил. Вы это могли увидеть в шорте. Также могу сказать пару слов про дизайн, он мне понравился. Легендарный советско-канадский дизайн, правда, чуть-чуть принт кривоват, но да ладно. А какие отсылки, я не знаю, просто услышал это в одном из обзоров по этой клавиатуре, но не упомянуть об этом я не могу. А про какие отсылки идет речь, можете написать в комментариях. А к покупке эту клавиатуру рекомендую, поэтому если вы ее рассматривали, можете купить. В общем-то, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новых роликов и розыгрышей. А сейчас будет самый обычный саундтест для самых обычных школьников с базовыми знаниями про саундтесты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok